Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами смотрим один из популярных сейчас проектов. Многие про него спрашивают. Это проект Grand Ducit Park. Он находится рядом с проектами Лагуна 1, Мальдивы. То есть это все очень рядом. Поэтому всякие там как доехать, как добраться здесь одинаково. То есть вы выбираете проект, какой вам больше понравится. Хочу сразу отметить, что этот проект построил, соответственно, другими застройщиками. Не те, кто построил Мальдивы, Лагуну 1, Лагуну 2. Дусит Круг застройщик называется. И это тайские застройщики. И у них традиционно выше качество отделки. И даже если вы посмотрите вот так вот взглядом на Кондо, который сейчас вы видите, то увидите, что он более, скажем так, целостный. Не то, что лакшери, но более основательно построенный. Сейчас мы находимся на улице, внутри кондоминиума. Это проект типа резорт. И я вам сейчас покажу, что здесь есть интересного. Как выглядит тренажерный зал. И все в этом духе, как обычно. Вот это вот получается подъезд. Вот подъезд. И здесь очень большая акватория, но вот такой вот не пузенький бассейн. В принципе, он очень даже пригоден для тех, кто занимается плаванием. Потому что смотрите, насколько он далеко идет. Посередине установлен маленький бассейн. Такая вот горка. По сути, бассейн себе представляет две такие большие длинные линии бассейна. И за мной вот самая широкая его часть. Сейчас попробуем найти здесь детский бассейн. Но детских площадок здесь никаких нет. В середине вот такая прогулочная зона. Типа парка. И большая горка. Мне очень странным кажется такое конструктивное решение этой горки. что оно не соединено с общим бассейном, а выделено вот так вот отдельно, как какое-то украшение. Хотя, мне кажется, украшением это не особо является. Вот это детский бассейн. Мелкий, то есть чтобы детки здесь катались. В принципе, ни на кому на голову не наехали. И вот здесь вот дальше продолжили плескаться. Здесь довольно тоже широкая часть бассейна. Интересное решение с лежаками прямо в воде. И небольшой такой парк. Смотрите, здесь есть квартира с выходом к бассейну. Как это выглядит? То есть нет балкона. Получается, просто вы сразу выходите. Здесь стоит лежак. Я не думаю, что он персональный для этой квартиры. Но, в принципе, если так посмотреть, то у каждой такой квартиры рядом стоит лежак. Не знаю, насколько это комфортно и удобно, но вот здесь решили таким образом поступить с квартирами, с выходом к бассейну. Вот видите, тоже уже обжитой вариант. Вот так это примерно выглядит. Получается, здесь отделение вашего личного балкона. Это вот этот вот заборчик из кустов. И дверки нет. В принципе, так же, как в Мальдивах мы наблюдали. Если мы будем сравнивать с проектами, которые мы недавно с вами посмотрели, допустим, с тем же Мальдивами, то здесь, скажем так, места для прогулок в разы меньше, чем в Мальдивах. Но при этом себя здесь довольно комфортно чувствуешь из-за хорошего такого озеленения. Мы сейчас зайдем в это здание. Здесь находится тренажерный зал и, наверное, сауны. Посмотрим, что здесь как. И здесь сейчас находится офис продаж. Да, смотрите, здесь находится тренажерный зал. Много всяких штук здесь. Смотрите, какой тут серьезный тренажер. Вообще, первый раз такое вижу в кондоминиумах. Он тут позволяет площадь разместить много тренажеров. И в одну сторону есть дорожки, смотрят. В сам проект. И в противоположную. Активы совсем на первом этаже. Тут все кушают. Сауна-рум. Вот, включила я свет. Классная. Вообще классная сауна. Тут очень большие пространства. Понятно, для чего они. И тут вот кушают работники. В общем, в сауну надо ходить через кухню. Чего-то это нормально? Дверь открывается по карточкам. Не ключи, а карточки. Как в отеле. Ну что, дорогие друзья. Мы с вами переселились, переместились в квартиру проекта Гранд Дусит Парк. Это очень уютные здесь такие квартиры. Мне нравится отделка. Материалы все довольно дорогие. На полу, внимание, паркет и плитка, как везде. Именно паркет. Поэтому, когда ты ходишь, здесь ощущения совсем другие. Такой теплый пол. Естественно, очень уютно себя чувствуешь. Обои. Здесь очень много декора. Такие элементы декора. Все так красиво сделано. И эта квартира, которую я вам сейчас покажу, она, соответственно, точно такая же, как и все квартиры в этом проекте. Потому что в проекте квартиры все одинаковые. За исключением украшательских всяких мелочей, которые могли владельцы квартир добавить. Допустим, вот такие подушечки шикарные. Они могли добавить, я не знаю, входят они стандартно сюда или нет, но, по-моему, шикарно смотрят. Это ванн-бедрум квартира. То есть, зал и спальня. Здесь вот небольшая обеденная зона. Полочки красиво, сюда можно книжки расставить. То есть, посмотрите, насколько здесь продуман дизайн. То есть, что-то на потолке такое, какая-то линия идет. Если мы сравниваем с предыдущим проектом, который мы с вами смотрели, это Мальдивы, там, конечно, дизайн попроще. При этом проекты абсолютно одной ценовой категории и оба эти проекты категории резорды. Смотрите, какая яркая красная кухня. Здесь также встроена плита. Из камня с черного сделана столешница. Хороший холодильник. Микроволновка есть. Все качественно. Все есть для того, чтобы вы комфортно отдохнули. Вилки-ложки тоже есть. Вот в этой зоне у нас находится телевизор. Такой вот столик для работы. Интересно сделанный. То есть, здесь, видите, выведены все коммуникации, тщатели. Так, все продуманно сделано. Давайте пройдем на балкон. Это, получается, квартира с видом на внутреннюю часть проекта. Видим здесь бассейн. На мой вкус, квартира очень классно обставлена. Мне бы здесь очень комфортно жилось. И не хотелось бы добавить какие-то здесь украшения. Потому что здесь и так все очень красиво и стильно сделано. Хочу обратить внимание, что тут за кровать. Она раскладывается. То есть, это дополнительное спальное место. И давайте пройдем в основную спальню. Здесь мы видим шкаф, тумбочки. Под телевизором такая большая панель. Здесь какая-то черная панель. То есть, дизайнер здесь просто отрабатывал свои деньги по полной. И здесь довольно большая ванная комната. С качественной. Очень даже... Даже вот с такой дверкой. Она обычно только в лакшери всяких вариантах. Вот такая вот дверка. Душевую. Душ здесь с насадкой. Отступала, да. Несколько режимов. Но нету тропического душа. Как он у нас обычно бывает. Очень интересная плитка. Такая прям. Хочется на нее смотреть, на эту плитку. Хотела еще обратить ваше внимание. Я нигде в проектах пока еще такого не видела. Только в старых проектах. А вот новый проект сделал сплит-систему. То есть, это какое-то централизованное очищение воздуха у вас. Видите, какой большой кондиционер. Он есть и в спальне, и в части, которая зал с кухней объединенная. Такую квартиру вы можете арендовать в зависимости от сезона. От 14 тысяч бат до 19 тысяч бат. Если вам понравился этот проект, понравился Grand The Seat Park, пишите, пожалуйста, на почту, которая указана под видео. Пишите туда свои пожелания. И обязательно пишите даты, когда вы хотите отдыхать. Потому что уже, знаете ли, сейчас у нас сентябрь. А уже на высокий сезон все квартиры практически заняты. Так что все у нас хорошо в России. Все едут отдыхать. Та-дам!